Следующее видео по Майнкрафту выйдет сразу после того, как на этом видео наберется 500 лайков, поэтому ставь лайк и продолжай смотреть видео. Привет, ребят! И сегодня у нас опять видео по Майнкрафту, и сейчас на часах 3.24, я думаю, надеюсь, это видно. Вот, поэтому я немножко уставший, заспадый, но видео должно выйти в срок, и именно сегодня, 4 января, оно должно выйти в районе полудня, поэтому именно сейчас я записываю его для вас, потому что пока смонтирую, выложу, обработаю. Короче, я лучше сейчас его сделаю, чем я буду вставать в 8 утра, на самом деле, ради этого. Мне так будет проще и спокойнее. И поэтому именно сейчас я решил записать это видео. Видео у нас сегодня будет посвящено различным гирляндам. Гирляндам в Майнкрафте, немножко неактуальная тема, Новый год прошел, хотя еще впереди Рождество, ребят, через 3 дня, поэтому я не думаю, что это не актуальное видео, я думаю, что оно, в принципе, будет актуально еще не в этом году, а, возможно, и в следующем, потому что это поистине крутой мод, который добавляет различные гирлянды. Гирлянды, как обычные, так и светящиеся в Майнкрафте, при помощи которых вы сможете украсить помимо своей елочки рождественской, еще и дом. Ну, честно говоря, у меня дом получилось украсить лучше даже, чем елочку, потому что что-то у меня как-то с елочкой не ладится. Ну что ж, давайте-ка мы скорее с вами начнем, я вам покажу, значит, что я уже сделал, давайте, мы, наверное, знаете, что сделаем, мы поставим сложность мирную, чтобы у нас мог бы не спаунился, time, set, night, сейчас, конечно, скажу, что нет такой команды, потому что высокий регистр, там set, night. Так, о, все, отлично, включил я ночь, вот, как видите, наши гирлянды потрясающе светятся, они моргают, переливаются, и сейчас я вам расскажу, как их и какие скрафтить. Ну что ж, мод, вот он, Fairy Light называется, ссылка на него оставлена в описании, для того, чтобы он работал, обязательно установите Forge и закиньте этот мод в папку Mods. Ну, я думаю, если вы шарите в модах, то вы обязательно установите Forge. Версия Minecraft у меня самая последняя актуальная, грубо говоря, это 1.12.2, вот, мод на ней потрясающая работа, никаких проблем, никаких вылетов я не заметил, реально ни с чем у меня вылетов не было, поэтому давайте-ка быстрее я вам расскажу все, как есть, значит, тут у нас, значит, тут есть елочные игрушки, тюблин игрушки и лампочки, и не елочные, обычные лампочки, обычные лампочки, потом есть по типу китайских фонариков, потом есть, типа, по типу старинных лампочек, потом по типу цветочков, фонарей уличных, потом масляных ламп, потом в форме тыкв, тоже разных цветов, разных раскрасок, потом есть еще в форме черепа, в форме привидений, пауков, шляп ведьмы, снежинок, груш винограда, я бы это назвал, не знаю, на грузди винограда больше похоже, на самом деле очень крутая вещь, потом есть еще именно, ну, здесь они называются Green Meteor Light, я их называю просто дождик, и все мы примыкли их называть дождиком, вот, сами эти гирлянды, которые у нас существуют, потом есть обычная мишура, флэштоковая бумага, тоже очень прикольная, точнее гирлянда, тоже очень прикольная, сами флэштоки, и очень такая полезная вещь, которую добавляет этот мод, вот, это называется лестница, то есть, если вам надо куда-то высоко залезть, ставите ее, так вот залазите при помощи нее, и украшайте ваш дом, реально очень крутая вещь, давайте посмотрим, кстати, как она крафтится, нажимаем на R, у меня стоит Nei, точнее не Nei, а как-то он J называется, теперь вот, значит, лестница и три палочки, вот такая вот у нас стремяночка получается, да, окей, ну что ж, ребят, давайте мы скорее начнем, покажу, как скрафтить лампочки, и лампочки у нас скрафтятся вот при помощи трех единиц железа, и красителя, и одного стекла, и таким образом вы крафтите четыре лампочки, то есть, крафт очень дешевый, я извиняюсь, что-то жажда напала, так, ну что ж, давайте приступим далее, значит, китайские фонарики, что-то, блин, кола какая-то противная стала, китайские фонарики, вот, крафтятся тоже из красителя, железа, но, видите, стекла здесь нет, они сделаны у нас из бумаги, а старые фонари у нас крафтятся при помощи слитка, шерсти и нитей, ну и также краситель, цветочки крафтятся из трех цветочков, а именно мака, дуванчик, синяя, орхидея, и посередине ложится краситель в цвет этого цветочка, ну и, конечно, железный слиток, везде используется железный слиток, хотя бы один да используется, значит, вот старинные эти фонари, которые сидели на столбах или стоят на столбах, их по сей день ставят, типа, круто, знаете, типа, лофт дизайн, все дела, вот, как видите, тоже крафтятся из трех железных слитков, кусочков золота и соответствующего красителя, так, масляные лампы, опять железо, стекло, слитки, палки и краситель, то есть, в принципе, не сложно, тыквы крафтятся при помощи тыквы, двух ступенек, точнее, плит красителя, железо, слитка и двух факелов, так, и сколько вы получаете? Четыре тыквы, ну, не очень дорого, но и недешево, так, следующий крафт, это у нас опять череп, крафтится он у нас из трех слитков и одной кости, ну, тут либо кость, либо череп, но, честно говоря, что-то череп вы не особо найдете, я думаю, поэтому проще кости добыть, тоже, вот, несложно, я думаю, паучок у нас крафтится из паутины, крафт очень дорогой, на самом деле, то есть, паутину нужно найти, добыть ее при помощи шелкового касания, вот, паучий глаз и краситель, так, что-то я пропустил, привидение пропустил, привидение просто выстраивать, вот, такое вот привидение из бумаги, из железных слитков и стекла, а видите, тут белая стеклянная панель используется, необычно, а именно белая, не пропустите этот факт, так, шляпа ведьмы крафтится из пузырька, из пшеницы, железо, слиток, палка, тоже несложно, так, снежинки, снежинки крафтятся у нас из снега и белая стеклянная панель, Кстати, она ко всем, наверное, относится к крафтам Да Далее, сами эти грозди крафтятся То же самое, только, видите, тут у нас используется Либо плотный лед Лед, либо ведро воды Но я думаю, ведро воды вам будет проще использовать И стекло, и железо Так, ну что же, вот я, по-моему Потом вот эти вот дождик сам Крафтится из красителя Двух светокамневой пыли Бумага и железные слитки То есть, короче, тоже крафт Ну, не сказать, что он дешевый Ну, и не, в принципе, дорогой, если вы хорошо развит уже в игре То я думаю, для вас это труда не составит А у меня, кстати, животик заурчал Прям так сильно, надеюсь, не было слышно в микрофоне Так Вы, наверное, сейчас прислушайтесь Отмотаете назад, еще раз постарайтесь Услышать его там, я не думаю, что там будет Звук моего животика Так, и вот сами гирлянды, которые крафтятся очень просто При помощи железных слитков и нити И закидываете Соответствующие лампочки туда И у нас получается соответствующего цвета лампочка Можно ставить несколько лампочек Тогда у вас будет несколько цветов И для того, чтобы ваша гирлянда не просто светилась, а мигала То кладете туда светокамневую пыль И таким образом У вас получается моргающая гирлянда Далее у нас есть мишура Мишура у нас крафтится тоже просто Хотя, блин, железо Причем здесь железо в мишуре? А, ну хотя там внутри, насколько я знаю, там такой пруток Не пруток, даже, знаете, леска идет Вот, наверное, для нее, типа Бумага, нити, краситель Ну, недорого Недорого, ребят, согласитесь, недорого Так Флажки Вот у нас, видите, флажочки Крафтятся из Бумажек флажков Из самих флажков Так, а сами флажки у нас крафтятся Вот таким образом Ну, не думаю, что это сложно Думаю, вы это все поймете Если что, можете отмотать Поставить на паузу Я уже на 8 минут аж наговорил Нифига себе Ну что ж, давайте продолжим Значит, вот у нас А, я еще, знаете, я вот эту гирлянду пропустил Где-то она была Вот она Так, вот, видите, она из лианы крафтится Такая вот у нас прям Новогодняя рождественская гирлянда Мне она нравится Ну что ж, давайте начнем Значит, смотрите, что В чем прикол Когда вы просто возьмете Вот такую гирлянду из креатива Вы подумаете, типа Да нафиг я буду делать Вы сейчас зайдете тестировать И просто поставить Вот эту Постарайтесь установить Эту гирлянду Она у нас будет одного цвета И абсолютно не будет мигать Вот, просто светится Но, если вы начнете Такую гирлянду крафтить А именно возьмете Как надо Железные слитки Ниточки И соответствующие лампочки Вы можете взять обычные лампочки Вы можете взять грозди Мне больше нравятся грозди Поэтому я возьму грозди Я возьму зеленые грозди Я возьму красные грозди Я возьму Ну, давайте вот такие вот грозди И голубые Так, ну, в принципе Я могу сюда еще запихать Желтые И И И И давайте По типу Вон белых Теперь мы вот это все Укладываем вот таким образом Запихиваем сюда ниточку А все остальное Мы скидываем просто Вот сюда Как видите У нас гирлянда была просто красная Теперь стала Красная и зеленая Красная и зеленая Желтая Красная и зеленая Желтая и белая Так Вот у нас уже добавились цвета И еще добавились цвета И вот у нас 6 цветов в гирлянде Ну, желательно такую гирлянду Вешать на длинные расстояния Потому что на коротком расстоянии У вас не особо будет видны эти Прелести Которые вы надобавляли Я думаю, вот отсюда Вот досюда будет достаточно Вот, да Видите, я добавил И у меня очень разноцветная гирлянда Но она у меня просто горит Если я хочу, чтобы она у меня мигала То я возьму И добавлю сюда, ребята Глоустоуна Вот, светокамневая пыль Берем гирлянду эту Устанавливаем сюда Светокамневую пыль Забираем И, как видите, у нас теперь Эта гирлянда сейчас будет мигать Устанавливаем вместо этой И, как видите, она вот у меня уже мигает Переливается И многое в этом роде Также вы можете То же самое делать Только при помощи дождика Так, давайте возьмем дождик Давайте возьмем желтую Красную Нет, красную, розовую Так, голубенькую Да, пойдет, в принципе Три цвета возьмем Вот так, вот так, вот так И устанавливаем, значит, сюда Сюда и сюда И вот у нас получается Вот таких три цвета Так, это та гирлянда Да, это вот дождик мой Который я делал И, то есть, видите, он так вот опускается Очень красиво, в принципе, и неплохо Также вы можете использовать эти гирлянды Для украшения каких-либо мероприятий Типа в Майнкрафте Или просто сервера Или открытие сервера, допустим Ну, тоже очень прикольно Вот эти гирлянды тоже выглядят, на самом деле Симпатично Именно эта мишура Мишуры у нас много разного цвета Например, можете взять красную Зеленую Там, желтую И навесить ее Прям вообще, прям, знаете, так Не щадя из ее Вот так вот, допустим, раз Вот так вот Там куда-нибудь сюда еще зеленую Еще вот сюда вот красную Ну, короче, вот так вот Можете не щадить Прям весь дом Этой гирляндой обвесить Думаю, выглядеть будет неплохо Так Можете даже ее на пол установить Ух ты, это вообще, конечно, приколяс Так И давайте попробуем взять именно Разных самых предметов А именно мы с вами возьмем Давайте Допустим, желтое привидение Голубенького паучка Красную шляпу И Зеленую Нет Белые снежинки Так Потом возьмем Давайте, какой возьмем Розовый череп И Зеленую тыкву Во Теперь мы это все так же укладываем Ребят Это сюда Это сюда Это сюда Это сюда И Вот у нас получается такая гирлянда с фигурочками Вы можете использовать одинаковые фигурки Можете не использовать фигурки В принципе И вот мы ее вешаем Видите, вот у нас висят Теперь горят эти фигурки Можем их так же заморгать Вот это у нас Паучок Это у нас Привидение Это череп Шляпа Снежинка Тыква Привидение Паук Череп Снова шляпа Ну вот в таком вот роде Ну что ж Вот такие вот, ребята Замечательные гирлянды в Майнкрафте Кстати, давайте Нет Попробуем Наверное, еще вот этих фонарики с вами возьмем Фонарики запятаем Просто желтые Знаете, они будут Не знаю, они будут очень симпатично смотреться Я вам скажу, ребят Прям вообще симпотненько Они прям Прям так мимимишно Не знаю, мне аж прям Прям вообще они заходят Так, давайте их повесим где-нибудь внутри Так, чтобы прям по красоте было Да, вот они Они прям симпатичные Их можно просто как для украшения для дома использовать И светиться И освещение неплохое для дома Ну, в целом, очень-очень круто Ну что ж, ребят Вот такой вот крутой мод На версии Майнкрафта 1.12.2 Ссылка на него у нас оставлена под видео Поэтому На этом все Ставьте, ребята, лайки Обязательно ставьте лайк Потому что видео все-таки снималось в 4 утра Я думаю, за это стоит Хотя бы лайк точно поставить И также подписывайтесь на канал Если вы этого еще не делали И нажимайте клавишу колокольчик Ну а на этом все С вами был я, Рисман Всем удачи, всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok